В национальном парке всегда полно работы. Рейнджеры от рассвета до заката колесят по огромной территории, выискивая больных или раненых животных. Они отмечают местоположение всех своих подопечных и едут дальше. Кого только нет в африканском парке – жирафы, носороги, львы, бегемоты, гепарды и, конечно же, саваные слоны – самые крупные на планете. Чрезвычайно умные создания с длинными бивнями и толстой шкурой кажутся неуязвимыми, но, к сожалению, это не так. Самая огромная угроза для них – люди. Хотя большие тюремные сроки за браконьерство отбили, у многих желание охотиться. Полностью очистить земли от преступников не удалось. Всего лишь ради парочки бивни они готовы безжалостно застрелить слона. Некоторые браконьеры воруют слонят и других детенышей, чтобы продать затем их в цирки или частные зверинцы. Доставляют хлопот смотрителям и простые беспечные туристы, которые иногда так и норовят попасть в зубы опасному хищнику. А ведь рейнджеры и сами ежедневно рискуют жизнями. Хоть они и стараются защитить каждого обитателя парка, дикие звери об этом не догадываются. Порой приходится уносить ноги, особенно если на пути вдруг возник огромный саванный слон. В тот день отряд рейнджеров, как обычно, объезжал окрестности. Стояла нестерпимая жара. Несколько джипов поднимали в воздух клубы рыжей сухой пыли. Наконец рейнджеры остановились, чтобы сделать короткий привал в тени дерева, передохнуть и выпить воды. Ребята, у нас гость. Первый слона заметила Ханна, которая разбирала свой рюкзак. Все тут же обернулись. Из заросли неторопливо вышел огромный самец саванного слона. Многим людям слоны кажутся трогательными и милыми, особенно африканские. Рейнджеры старались следить за ними издалека и не пересекаться без необходимости. Эти серые гиганты могли без предупреждения атаковать машину и пропороть металл своими острыми длинными бивнями. Попасть под удар разъяренного слона – страшная участь. Их рост достигает 4 метров, а вес – до 7 тонн. И он не мешает им развивать скорость до 40 километров в час. У многих обитателей парка имелось личное имя и описание, чтобы можно было найти их и отметить в специальном блокноте. Рейнджерам было важно убедиться, что животные здоровы и не пали жертвой браконьеров. Например, носорогов осталось всего 56 особей. Конечно, невозможно проведать их всех за день, на это уходила почти неделя. А потом рейнджеры начинали заново. Со слонами все точно так же. Их незваного гостя звали Габби. Ему было почти 30 лет. Он медленно приближался к машинам. Эта неторопливость могла быть обманчивой. Ничто не мешало Габби через секунду разогнаться и броситься на первый попавшийся джип. Рейнджеры повскакивали со своих мест, готовые сесть за руль и умчаться как можно дальше. Но кое-что их остановило. «Ох, что это у него?» Встревоженно воскликнула Ханна. Несколько человек сразу достали бинокли. Издалека казалось, что на крупной серой голове Габби кто-то нарисовал темное пятно. Вокруг глаз слона виднелись свежие дорожки от слез. Как и люди, эти создания умели радоваться и плакать. Они оплакивали сородичей, когда те погибали или умирали от старости, и даже по-своему хоронили их. Но что заставило плакать Габби? Рейнджеры застыли на месте. Нужно было подпустить Габби хоть немного ближе, чтобы разглядеть. Габби не вел себя агрессивно. Напротив, казалось, он пытался привлечь внимание людей, беспокойно двигал хоботом и головой. Из-за этого его изображение в бинокле было нечетким. Рейнджеры следили за ним с тревогой и опаской. Когда Габби подошел достаточно близко и остановился, люди наконец увидели причину его слез. Темное пятно на голове оказалось окровавленной раной. Он плакал от мучительной боли и не знал, как от нее избавиться, поэтому пришел к людям. Слоны в парках нередко получали травмы. Они могли порезаться о камни, просто споткнуться и сломать кости. Самцы иногда ожесточенно дрались за самок. Своими мощными бивнями они наносили друг другу страшные раны. Но с Габби все было совсем не так. Почти идеально круглое отверстие с рваными краями на голове – это точно не след от бивней. Рейнджеры связались с национальным бюро, только там принимали решение о вмешательстве в дикую природу. Здесь срочно требовался врач с транквилизатором для слонов. Как бы Габби не умолял о помощи, сначала придется его усыпить и осмотреть. Ветеринар прибыл так быстро, как мог через 40 минут. За это время Габби никуда не ушел и не пытался подойти ближе, только с мольбой смотрел на людей. Дротик с транквилизатором пробил толстую шкуру Габби с первого раза, слон упал на колени, а затем повалился на бок и застыл. Рейнджеры выждали еще несколько минут, чтобы убедиться, что слон заснул. Наконец, они могли подойти вплотную и рассмотреть рану. Работать приходилось очень быстро, через полчаса, а действие снотворного закончится и Габби очнется. Какой ужас! Ханна произнесла это с сочувствием и злостью одновременно. Злилась она, конечно, не на Габби, а на тех, кто сделал это с ним. Увидев рану вблизи, шокированные рейнджеры поняли, в Габби выстрелил браконьер. В центре его лба зияло отверстие. Пуля не задела череп и мозг, иначе бедный Габби умер бы на месте. Ему повезло, что он выжил, но если бы рейнджеры заметили рану гораздо позже, слон мог умереть от заражения крови или инфекции. Это была бы долгая и мучительная смерть. Похоже, браконьер, который нацелился на Габби, был неопытным и взял пули слишком малого калибра. Рейнджерам еще предстояло заняться поисками преступника, но сейчас главное — спасти бедолагу и облегчить боль. Ветеринар взял у Габби образец крови для анализов и приступил к извлечению пули. Рану тщательно обработали, чтобы избежать сепсиса. Теперь жизни Габби ничто не угрожало. Осталось только дождаться его пробуждения. Сев в машины, рейнджеры с ветеринаром отъехали на безопасное расстояние. Проснувшись, Габби тут же попытался встать на ноги. Он выглядел растерянным и пошатывался, но вскоре пришел в себя и уже крепко стоял на ногах. Некоторое время он стоял на месте, будто пытаясь понять, что произошло и куда подевались все люди. Хотя рана болела, наверняка он чувствовал облегчение от того, что пули больше нет. Габби вернулся туда, откуда и пришел, вскрылся в зарослях. Рейнджеры почувствовали облегчение. Они будут следить за состоянием Габби, чтобы прийти ему на помощь в нужный момент. И, конечно же, постараются найти и наказать браконьеров. Рейнджеры бросают все силы на борьбу с такими недоохотниками. Они окрашивают бивни слонов несмываемой краской, требуют от правительства ужесточения сроков за браконьерство, круглыми сутками караулит своих подопечных. Их усилие не проходит даром, это помогает рейнджерам не опускать руки и верить, что однажды дикие животные смогут спокойно жить в заповедниках, и никто не причинит им вреда. К сожалению, чем более редкое животное, тем более активно браконьеры пытаются добыть шкуру, органы или бивни, как в случае с Габби. Что нужно сделать, чтобы положить конец браконьерской деятельности по всему миру, как вы думаете.